друзья всем привет сегодня на обзоре будет вот такая 3d ручка саян с алиэкспресс так что будем обозревать и что-то рисовать погнали aliprice.com ваш экономичный помощник для алиэкспресс это у нас довольно бюджетная модель 3d ручки она пришла у нас из китая и стоимость ее в районе 25 долларов сзади на кропке видим параметры этой 3d ручки то есть у нас имя 3d ручка понятное дело модель pr 006 питание 12 вольт 2 ампера диаметр филамента 175 миллиметров в принципе стандартный диаметр носика здесь не отмеченный и вес 62 грамма плюс минус 5 грамм также видим здесь модели которые можно сделать этой 3d ручкой ну что ж открываем и посмотрим на нутрики так здесь у нас сверху лежат какие-то бумажки так у нас здесь инструкция по пользованию 3d ручкой здесь у нас несколько страниц да вот у нас такая вот инструкция потом ее почитаем также здесь у нас есть какие-то трафареты для рисования разных моделей здесь жар птицы разные в принципе потом рассмотрим так здесь в комплекте у нас как мы видим есть три вида пластика а именно у нас пластика bs температура плавления его 215 градусов так у нас здесь такой более серый цвет красный и какой-то голубой да у нас три цвета далее в комплекте видим у нас блок питания так у нас блок питания на 12 вольт 2 ампера также здесь у нас есть переходник под евро этот переходник нам нужен обязательно потому что у нас евро розетки и вот этот разъем нам просто не подойдет мы этот переходничок сюда вот вставляем и все и вот и наша 3d ручка и так достаем ее она у нас в пакетике вот так смотрится наша ручка она у нас голубо-белого цвета в принципе такая как я и заказывал здесь на 3d ручки находится несколько клавиш а именно вот у нас две клавиши первая нижняя клавиша отвечает за подачу пластика вторая клавиша сверху отвечает за высвобождение пластика то есть когда мы будем заменять пластик сверху у нас есть индикация которая показывает разогрелась наша 3d ручка или нет а со второй стороны у нас есть ползунок который отвечает за скорость подачи пластика сверху 3d ручки находится разъем для подключения питания а также отверстие для вставки пластика abs в принципе все тут просто вот у нас есть адаптер питания на 12 вольт 2 ампера и мы его вставляем в разъем 3d ручки все наша 3d ручка подключена можно вставить адаптер питания в розетку и пользоваться 3d ручкой ну конечно сначала нужно вставить сюда пластик abs вот смотрите все довольно просто мы заправляем abs пластик в верхнее отверстие нажимаем нижнюю клавишу abs пластик у нас проходит от верха ручки вниз до нашего носика и с носика уже потом выходит расплавленный пластик которым мы и рисуем в комплекте с 3d ручкой китайцы нам положили несколько трафаретов для рисования этой ручкой вот у нас например можно нарисовать вот такого павлина объемного так далее у нас есть вот такая вот лавочка велосипед вот такой вот у нас есть и гитара я наверное остановлюсь именно на велосипеде потому что здесь он самый простой а я еще ни разу в жизни не пользовался вот такой 3d ручкой так что нарисуем его и посмотрим какой он у нас получится в комплекте пластика у нас не особо много у нас всего тут три вида пластика где-то по 2-3 метра здесь у нас его и на много изделий не хватит так что я взял вот такой вот моток пластика abs пластика который у меня остался от 3d принтера он у нас также 175 миллиметра abs пластик также как и этот все я подключил питание к 3d ручки у нас изначально загорелся красный светодиод который означал что ручка у нас разогревается сейчас у нас горит зеленый светодиод так что ручка у нас уже разогрелась и можно ею работать первое что нам нужно сделать это заправить филамент в 3d ручку вот я взял abs пластик синего цвета и вставляем верхнее отверстие нашей ручки нажимаем нижнюю клавишу для того чтобы пластик у нас начал заправляться как мы видим пластик у нас начал потихоньку продвигаться вперед нажимаем нижнюю клавишу до того момента пока у нас из носика не пойдет пластик все у нас пластик пошел с носика все у нас пластик закачан ну что ж попробуем нарисовать велосипед и вот три Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если уже вы рисовали, например, синим цветом и хотите изменить цвет филамента, тогда просто нажимайте вот эту верхнюю клавишу. Она служит для того, чтобы заменить филамент и достать отсюда пластик. Итак, нажимаем эту клавишу и у нас начал работать моторчик и как мы видим филамент у нас высвобождается. Он лезет, 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 пока полностью отсюда не вытянется. Все, мы филамент достали и теперь опять же можно нажать эту клавишу. Или же 3D-ручка сама у нас выключится. Так что, друзья, вот такой велосипедик у нас получился. Также я сделал небольшие подставки для велосипеда, чтобы он стоял у нас вертикально. Потому что на вот этой вот бумажке нету никаких подставок и велосипед, если ставить, он у нас будет падать на бок. Так что я сделал вот такой небольшой лайфхак, сделал вот такие вот подставочки. Ну, в принципе, для первого раза, я думаю, неплохо сделать вот такой велосипед, потому что я никогда в жизни в руках не держал 3D-ручку. И сейчас при вас уже первый раз рисовал этой 3D-ручкой. В принципе, у каждого человека первый раз может быть не ахти. Но тут, в принципе, и неплохо. Также я немного тупанул, потому что педальки у нас должны стоять как бы боком. А я их вот так вот прилепил. Но ничего страшного, это можно исправить. Так как это у нас ABS-пластик, он у нас гнётся. Так что педальки я просто отогнул в сторону. И теперь они у нас правильно стоят. Так что вот такой неплохой велосипед у нас получился. Вот такая неплохая 3D-ручка пришла с Алиэкспресс. Как я уже говорил, стоимость её в районе 25 долларов. И, в принципе, неплохая вот такая себе ручка. С этой 3D-ручкой нужно использовать именно пластик ABS, никакой PLA-пластик. Так что обратите на это внимание. Корпус 3D-ручки изготовлен также из пластика, но он такой же расстойкий пластик, так что не плавится. Но внутри привод, разумеется, металлический. В принципе, друзья, этой ручкой можно рисовать всё, что угодно. Можете в интернете, на ютубе посмотреть, какие прелести можно с помощью неё рисовать. Особенно, если у вас есть куча разноцветного пластика. Так что ссылка на эту 3D-ручку Саян будет в описании. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте палец вверх, пишите свои комментарии. А также в комментариях можете написать, что ещё нарисовать этой 3D-ручкой. Делитесь видео с друзьями, а также подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. И с вами Влад Ютубер. До новых встреч и новых обзоров. Пока!